друзья мои всем привет приветствую вас на канале у меня наконец дошли руки до последнего можно сказать моего денежного дерева но она здесь не одно здесь вот смотрите 1 2 3 вот это вот выросла в прошлом году подалека 4 но это надо удалять потому что на видите ложится и посадила в прошлом году сеткриазию фиолетовую солнца и хватало она ведь действительно фиолетовая вот сколько обломила вот сколько растет и смотрите как она около окна стояла вот просто вот так вот сверху уже начинает давить на дерево нужно срочно это обламывать убирать вот смотрите ой прямо но надо отсюда как-то выбирать растет плетется обламывать может быть даже совсем убрать вот ну и вот сегодня буду обрезать это денежное дерево видите немножко ветки наклонены в эту сторону стояла к солнцу этой стороной это более такая и листики зачуханы правильно вот теперь надо пришло время поменять местами это все обрезать подстричь а с этой стороны видите как прям как тянулась какие мощные вот в общем надо заниматься и обрезать обрезать пересадить но я вот просто вам показать как она изначально конечно большое хорошее вот этому этим денежным деревьям ну не меньше десяти лет скорее всего даже больше вот но как буду обрезать я вам покажу друзья хочу показать другое денежное дерево которое обрезала наверное недели две назад как она сейчас она стоит на солнечке я его поворачиваю весь зимний сад я убрала здесь у меня тут рассадка различная стоит укореняется помидорки и все такое да ну а вот в принципе видите везде выпускает почечки в основном по 2 вот здесь один от второй лезет здесь один некоторые по одному некоторые по два вот видите но вся суть была чтобы они выпускали как можно больше потом можно было выбирать вот так вот хорошо опять обрастает денежное дерево такого же размера такого же возраста которое я собираюсь обрезать сегодня вот хорошо растет стоит прямо на солнышке на солнышке сейчас 11 на южной стороне все нормально у его нож листики так слегка подкоричневели вы знаете даже денежное дерево я иногда притеняю тюлевой такой занавесочкой так вот нужно вот это убрать вот так тюлевой занавесочкой чтобы но не обжигалась вот так вот ну ладно давайте приступаем к обрезке так друзья продолжаем ситриаде как я уже сказала я уже немножко поломала вот это тоже уже длиннющая висит я его у меня уже целая такая огромная кучка можно еще подрезать чересчур это уже длинная вот это можно укоренить все можно принять и так с чего начнем ой не знаю тут вот это ситриаде она обломалась вот вам пожалуйста сразу раз все надо убрать это все отсюда сейчас я уберу иначе она дарит на стволы и за счет этого у меня наклоняется денежное дерево красула мы вот и заодно обламываю сразу ломается очень-очень легко чуть-чуть вздеваешь и она сама сломается у вас все тут мне переплела что надо и не надо так вот этот цветок отцвевши убираем все убираю вот этого тоже можно укоротить чтобы она свисала на растет за лето столько нарастет что ужас ужас и так и так это сторона стояла лицом нет окно поэтому она такая можно сказать дохленькая и вот видите ветки повернулись оттянулись к солнцу вот например да ну и вообще куда-то повернулись и она получается обрезали и и обрезаю немного в общем какой будет здесь опять принцип подстрижки как вы видите уже огромная она куда огромней я больше не хочу и здесь у меня здесь у меня получается четыре ствола четыре дерева как в одном комплексе они растут поэтому вот это основное она это значит ствол он конечно больше всего в себе забирает сил энергии поэтому все это надо перебирать и убирать так ну давайте начнем вот с этих маленьких сейчас когда я это все обстригу у меня эта сторона станет к солнцу чтобы она развивалась сильней верхушка так и так она заберет большую часть а вот эти которые послабее мне нужно повернуть к солнцу чтобы они развивались ну здесь вот такие они полудохленькие поэтому я просто прищипываю и обрезать буду довольно таки сильно вот убираю вот это все потому что мне надо чтобы оно не было сильно высоким вот здесь вот смотрите видите прищипываю так это вообще растет бог туда поэтому я тоже коротенько прищипываю здесь тоже убираю так вот это ветка прям вот 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 отлично отлично хорошо видно не хорошо но если чё потом приближу буду монтировать так вот вот это убираю оставляю по два листочка и все можно сказать ну смотрю конечно не все смотрю так вот нормально сразу веточки легко вот это бы короче обрезать но тут почек я не вижу пока оставлю так чтобы совсем не оголить так дальше что вот этот весь низ до весь низ ну вот так и оставляю по два листочка где 4 а вот это вот видите выпустила одно вот это уже отсушила не нравится мне не нравится вообще убираю это я так убирать надо острым острым лезвие к стволу вот так здесь что но здесь прищипочка только прищипочка не знаю видите не видите так здесь тоже прищипочки здесь с этой стороны они такие дохленькие потому что солнце было мало не поворачивала кто виноват сама виновата сама виновата вот здесь сделаю просто прищипку потому что она дохленькая здесь тянется сильно нет видите вот она так-то ничего но вот здесь бы что-то бы проклюнулась может быть сейчас обрежу может быть что-нибудь и проклюнется может быть но не сильно я уверена хорошо бы проклюнулась чтобы как-то поддержать она уже как есть так вот это вот что хотя она куда-то вовнутрь но вовнутрь она росла почему потому что тянулась в ту сторону к свету вот поэтому она сейчас я ее разверну вот так вот здесь у нас здесь вот этот оставляю вот это тоже один лист сейчас весной в основном в основном выпускает по но не факт солнца будет мало может выпустить по одной а вот это вот вообще чудо-юдо непонятно как вообще она куда-то растет вовнутрь я его вообще срежу вот так и вот друзья смотрите обрезала слишком большие и замазала садовым варом и мне если честно не нравится конечно там не идет никакая гниль но он какой-то как жирный и потом это вот уже сколько лет вот этому это этой обрезке вот она уже много-много лет и она как бы не проходит не проходит остается вот этот и пенек и если смотрите вот вам покажу вот здесь я оставила пенек и замазала его вот этот пенек будет еще лет пять стоять а вот здесь вот я обстригла по стволу и замазала и здесь она более выглядит как как ствол такой цельный вот но последнее время я не замазываю вот уже замазано было сейчас я не замазываю так дальше идем на смотрим здесь вот уже получше как вот она к солнцу вот сюда тянулась получше получше вот эту бы мне обрезать мне так хочется ее по укоротить она ладно там листьев нет так вот эту вот я укорочу вот так вот так дальше вот это вот это видите она вниз свисает она вообще тут не нужно я ее вообще убираю вообще убираю так здесь у нас что вовнутрь вовнутрь мне точно не надо убираю так вот это которая растет вверх оставляю а скорее всего вот эту которая растет и вот так уже висит вниз видите она тяжелая она хорошая она хорошая но но я ее обрежу вот не нужна она мне не нужно так вот здесь конечно тоже так так что попало что попало если честно вот она вот уже куда вот это вот ее надо убирать как ее надо убирать я не знаю да так прям я убираю ее на стволе вот и все все он сразу веточки легко стало легко обрезаю укорачиваю эти ветки вот 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 сейчас они будут получать немножко свет вот это вот так и эту вот так вот так вот вот это вот это тоже не нужно я ее удаляю удаляю вот эту даже можно получше срезать вот это а и это тоже она не нужна куда то она растет не в ту сторону ну или поговорят не буду формова так сначала ну пусть будет так и вот эту вот так вот смотрите как коротко Она ложится, потому что давит крона, и эти стволы развиваются сразу намного хуже. Те, которые смотрят вверх, они более крепкие и развиваются хорошо. Смотрите, какой-то стволяк лос стоит, прям стоит, хорошо стоит. Так, есть у меня еще вот такая вот здесь. Она уже легла, потому что на нее давится грязь, и ее я выкопаю и посажу отдельно. Дальше идем, идем, идем. Так, может быть мне начать сверху? Сверху, так я и начну. Вот так я обрезаю. Здесь обрезаю как можно короче, потому что верх так и так возьмет свое, это раз. Во-вторых, я не хочу, чтобы он был длинный, высокий. Он уже и так чересчур высокий. Хорошо бы его вообще укоротить, прям укоротить. Если бы вот здесь были какие-нибудь ветки, я бы укоротила. Ну, я имею в виду почечки. Я боюсь, что я укорочу, а она почечек мне не даст. Целая ветка пропадет. А я не хочу, чтобы целая ветка... Вот, например, ветка на стволе. Куда она? Ни туда, ни сюда. Ее надо убирать. Ага. Тут она растет. Прежде чем отрезать, 7 раз отмеряю. Так, вот это вот вниз, я ее сразу убираю. Вниз мне не нужна. Выросла неудачно. Выпустила. Так, вот, например... Вот, например... Вот как я обрежу? Я обрежу вот так, укорочу. Так, вот эту. Так, не солнце, не солнце, свет в глаза. Вот так. И вот эту. И вот эту обрезаю. Оставила два листика маленьких. И все убираю. Вот так. Вот это вот. Дальше что? Ну, ветка такая, в принципе... В принципе, оставила то, что растет вверх. Вот. Например, вот у этой, вот здесь выросла, вот здесь она. Ни к селу, ни к городу, если честно. Ни к селу, ни к городу. Вот когда-то вот здесь была обрезка. Уже после этого каждый год видно, где обрезки были. Так. Вот эту ветку я все-таки убираю на стволе. Почему? Ну, во-первых, она где-то выросла среди кроны. Непонятно. Хотя, не знаю, может быть, оставить, чтобы она работала на ствол. Давайте я ее отставлю. Пусть она слегка утолщается. Просто укоротила. Ну, засохнет, засохнет. И вот еще одна ветка. Не знаю, видно, не видно. Вот она, она. Тоже она как-то непонятно растет. Непонятно где, непонятно как. Вот для начала-то обрежу я ее так, а потом посмотрю. Обрезать я ее всегда успею. Итак, укорачиваю вот эти. Причем укорачиваю сильно. Такие хорошие, мощные, тяжелые. Но укорачиваю, потому что не хочу длинные. Вот. Была бы возможность, укоротила бы еще больше. Вот эту тоже укорочу, которая сейчас она получит цвет. Вот я ее оставила. Она сейчас получит цвет, потому что вот эту я сильно укоротила. Дальше вот эту уже мы сделали все. Вот осталось вот это. Оставлю вот такую небольшую развилочку. Чтобы Ну Чтобы не была большая крона. Вот в чем. Вот так. Дальше вот это. Это просто укорачиваю. Так. Так. А это как я укорачиваю? Вот так что ли? Вот так даже укорочу. Не знаю, что там будет. И вот эту. Вот эту. Вот это сделаю вот так. Хотя вот, ну что это за палка? Непонятно куда. Можно укоротить чуть ниже. Сделаю ниже. Там листик один есть. И есть еще вот такая ветка, которая растет вовнутрь. Вот она она. Я ее укорачиваю. Уберу вообще всю. Всю убираю. Вовнутрь. Нет смысла. Они тоненькие. Так. Идем дальше. Так. Что здесь у нас? Вот теперь у нас вот эта ветка. На каком ее уровне? Ну вот на этом уровне. Так. Впритык. Прям впритык. Предыдущие стрижки делаю. Раньше я оставляла, ну вот здесь вот я оставила 4 листа. Ну 3 здесь один отвалился, да? Но сейчас даже стараю всего как бы 2 листа, которые она выпустила после обрезки. А потом укорачивать. Потому что, ну иначе она растет все выше и выше, выше и выше. Куда выше. Но я так думаю, надо смотреть и со временем вообще убирать ветки. Вот. Ну вот это вот слабое. Просто я его, эту ветку вот, оставила для развития вот этого ствола. Не знаю, правильно или неправильно. Вот так укорачиваю. Но я уже укорачиваю их много-много лет. Поэтому как бы все делаю. Не знаю, как это сказать. По наитию, что ли. Как мне подсказывает. Так. Вот это. Вот видите, она внутри росла. Здесь закрывала крона. И она такая. Духленькая. Обрежем. Короче, вот так. Ну будет, будет. Пусть утолщается. Пусть будет. Так. Вот теперь какая ветка. Тяжеленная. Вообще бы эту ветку укоротить. Укоротить. Но. Нет. Нет. Желательно бы. Вот так убираю. Здесь я тоже убираю. Вот. Вот она была развилочка. Видите? И долго, долго она не заживает. Там она, вернее, смазана садовым варом. Садовой. Вот этой вот. Так. Вот. По идее, я должна оставить два листа. Вот так. Но такая она получается длинная и несуразная. Что мне хочется короче. Мне хочется вот так обрезать. Не знаю, обрезала листьев. Нет. И может быть выпустит. И почек не видно. Выпустит, не выпустит. Если нет, начнет отсыхать этот ствол. И в крайнем случае, ну тогда ликвидирую вот этот стволик. Так. Обрезаем. Здесь вот так вот укорачиваем. Упорачиваем. Вот это вниз. Вниз вообще она не нужна. Я ее вот так. Вот она как сразу. Хорошо. Так. Вот видите? Тоже вниз. Вниз. Ну, хорошая. Хорошая. Но вниз. Нафига она не вниз? Я ее убираю. Не будет ее. Вот здесь вот. Пусть она развивает вот эти. Вот. Я не знаю, видно или нет. Пусть она развивает вот эти. Вниз я не хочу. Вот это хотя бы смотрит вверх. Здесь есть такой плавенький листик. Вот я его оставлю. А это все удаляю. Длиннее не оставляю. Дальше что? А здесь вот она по приколу. По приколу. То ли сломалась, то ли что. Я ее срежу. Вот так раз. Здесь какие-то корни выпускает. Здесь обрежу вот так. Вот. Видите, как была большая обрезана. Большая. А большие потом они как-то вот плохо отходят. А вот, вот ветка, которая в принципе растет вовнутрь. Это очень неправильно. Очень неправильно. Я считаю так. Вот эти я подровняю. Ну, потому что она недополучает света. И вот она такая. Такая. Но убирать я ее пока не буду. Не буду. По той причине, чтобы мне надо все-таки она помощнее стала. Вот эти сейчас обрежу, чтобы эта получала больше света. Так. Вот так. Дальше. Вот так. И вот так. Видите, сразу как ей стало легко. Так. Здесь обрезаю вот так. Здесь обрезаю вот так. А эту вообще хочу. Короче еще сделать. Вот так. Правда, ни одного листа нет. Ни одного. Но, может быть, проснется почка. Не проснется, я вообще вот эту всю тогда уберу. Но не сейчас. Здесь обрезаю. Ну, хотя бы надо что-то оставлять. Таких-то. Какие-то листья. Вот здесь. Вот здесь я обрежу. Здесь она, по идее, должна выпустить две. Я надеюсь, что две. Здесь как можно короче. И здесь тоже как можно короче. Вот так. Вот так. Видите? Совсем оставила мало. Вот. Ну, вот он уже почти лысенький. Осталась верхушка, да? Как ее, как ее. Ну, вот здесь придется вот так. Хотя бы надо обрезать два листа. Оставить два листа. Вот здесь она вниз. Ну, вот вниз. К чему она вниз? Вот это... А, это... Да, вниз я полностью удаю. Полностью. И что делать? Вот здесь просыпаются две почки. Сделаю вот так. Такая некрасивая она. Но... Но... Ничего не поделаешь. Так. Дальше. Дальше. Вот как она была в эту сторону, она все и наклонилась. Это говорит о чем? Что надо постоянно переворачивать. Поворачивать, поворачивать. Так. Пока оставляю вот так. Хотя хотелось бы короче. Так. Здесь вот так. Здесь вот так. Это что? 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 Вот так вот. Вот. Так. Вот здесь вот она. Здесь я просто прищипну. Так. И, 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 и. Здесь. Здесь вот так. Здесь вот так. И здесь вот так. Вот. И все. А я боялась. И вот она. И вот она. Она даже вот нависает над этой. Поэтому и у этой забирать. Но это еще более-менее. А этой бедненьким, бедненьким вообще ничего не остается. И вот она еще одна выросла. И вот она еще одна выросла сама. И вот она выросла сама. Эту я буду полностью выкапывать и укоренять в другой горшок. Вот такое количество сет. И вот такое количество сеткриази я оставлю. И еще, может быть, так вот убрать. Некоторые побломаю. В том месте, где я обломала, сеткриази сразу выпускает одну или две веточки. И они тоже начинают расти. И дополнительно это еще стимулирует, чтобы сеткриази росла от корня. Все. Земелька здесь. Ну, можно подсыпать чуть-чуть. А можно и не подсыпать. В принципе, здесь достаточно земли. Вот. Поливаю. Вот сейчас земля сухая. Так, ну-ка, ну-ка. Да, уже глубоко земля сухая. Можно полить. Я сейчас перенесу, потом полью. Потому что потом горшок не поднять. Вот. И ставлю. Я поставлю. Было направление в эту сторону на солнце. Сейчас я поверну, чтобы вот эти веточки были на солнце. Сеткриази, правда, будет от солнца. Но сейчас летом солнца хватит. И вот это вот я оставляю специально. Как вы знаете. Ну, мне нравится вот такая смешанная композиция. Сеткриази очень неприхотливая. Растет, проблем нет. И вот, друзья. Вот сколько. Вот это все можно укоренять. Но я, конечно, укоренять это не буду. Я уже не знаю, куда их девать. Вот. Вот эти можно посадить. Сеткриази вот так обломать. Убрать, убрать цветонос. И можно поставить на неделю воду. За неделю она дает хорошую уже бороду. Начинает укореняться. Можно сразу, не заморачиваясь, посадить куда-нибудь в землю, во двор, в огород. Вот в горшки, на балкон. Прекрасно уживается. Кроме того, сеткриази будет лежать месяц на солнце. На солнцепёке. И у неё даже, знаете, вот, я не знаю, испарение какое-то такое супер минимальное. Вот, видите, прекрасные черенки. Листики лишние. Вот так обобрать. Вот это вот приблизительно вот столько закопать. Положить можно вот так. Вот. Вот здесь это был цветок. Вот это обломаем. Вот смотрите. Сейчас я пойду, засажу в огород. И, ну, вот она вот так цветёт. И видите, она фиолетовая. Когда достаточно солнца, она такая тёмно-тёмно-фиолетовая. И цветёт сиреневыми такими мелкими приятными цветочками. А зимой даже, ну, если мне надо будет, если мне надо, она сейчас в земле будет обалденной. Обалденные крупные листья. Так она хорошо растёт именно вот в земле, в грунте. Не в горшке. Ну, зимой сколько мне надо, я откопаю. Или занесу та, которая у меня в горшках сейчас стоит. Ну, а это пойдёт как расходный материал. Ну, вот так, друзья. Рассказала, показала, как я обвязаю в очередной раз свои денежные деревья. Да, кстати, о полив. О поливе. Ну, зимой я поливаю по мере просыхания грунта. Вот смотрю, грунт сухой, всё, надо поливать. Выходит где-то один раз в неделю. Зимой. Но это при условии, что у меня тёплые полы. Если у вас не сильно, то, как бы жарко, то и не надо так поливать. Иначе она, краску, она может подгнить даже. Удобряю. Удобряю как? Всегда в микродозах. В каждую, в каждый свой полив. В каждый. Но, если положена чайная ложечка на 3 литра воды, я сыплю одну третью чайной ложечки. И всегда в каждую леечку я доливаю, 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 подкармливаю. У меня новый ферд, там, по формуле 20-20-20. 20 процентов азота, 20, там, чокалия, 20 фосфора, вот так. Вот таким удобрением я подкармливаю. На этом всё, друзья. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайте, кто не подписался. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. А на заднем плане там мои цветы тоже. Мы все сейчас почти выставила на улицу. Молочай трёхграмный, который там у меня стоит. Я его, конечно, выставить не могу. Я его даже повернуть не могу. Очень трудно поворачивать. Но, так, поворачиваю потихоньку, чтобы он равномерно развивался. Но выставить я его уже не могу. Он, наверное, весит, ну, больше, наверное, 100 килограмм. Килограмм 150, наверное, 200 он весит. Вот такие вот дела. Пока-пока, ребят.